Виктор Минкин один из немногих, кого еще при жизни называли гением и классиком. Его полотна украшают залы крупнейших музеев страны, Третьей Ковки и Русского музея. Юбилейная выставка к 75-летию со дня рождения художника девятая по счету в залах Рязанского художественного музея. Задуманная еще автором, она, к сожалению, состоялась через полгода после его ухода из жизни. Планируя свой очередной юбилей, Виктор Минкин хотел показать созданное за последние пять лет, но теперь кураторы сочли необходимым включить в экспозицию ряд более ранних работ из фондов музея. В итоге в экспозицию вошло около полусотни живописных произведений, позволяющих проследить изменения в творческом почерке художника, его эволюцию. Начиная с 90-х, с 93-го года, когда состоялась первая персональная выставка Виктора Минкина в Рязанском художественном музее, мы показывали его каждые пять лет. И каждые пять лет это был новый праздник живописи, новые темы, новые образы, новые работы. Хотя художник был очень традиционен и в своих стилистических приемах, и в выборе сюжетов. Его можно назвать продолжателем русской реалистической живописи, пейзажной живописи. Традиции мы можем здесь увидеть и Саврасова, и Левитана, и Архипова, наверное, прежде всего Абрама Архипова. Виктор Минкин родился в Путятинском районе Рязанской области, и природа родной деревни частенько узнаваема на его полотнах. Пейзаж вообще занимал центральное место в творчестве Минкина. Сдержанная красота природы среднерусской полосы, воздух и пространство – главные атрибуты его пейзажей. Для мастера характерна лаконичность образов и композиции, утонченный вкус, особая прозрачная цветовая гамма, воздух, который можно почувствовать физически, атмосфера, состояние. Художник жил очень аскетичной жизнью. Он жил в своей мастерской, занимался исключительно своим творчеством, своим искусством, делал выставки. И после его ухода, конечно, нам будет очень не хватать этого уровня. Произведения, которые остались в фондах нашего музея, они сформируют цельную такую коллекцию произведений нашего мастера. И, возможно, мы лелеем такую мечту, что лет через 20, может быть, к столетию Виктора Минкина на Рязанской земле будет музей рязанских художников, где часть этого музея будет занимать работы Виктора Алексеевича. Ноты душевной сокровенности, одухотворенности образов присущи портретам близких по духу людей. В современниках художник видит прежде всего индивидуальность, неповторимый характер и темперамент. Созерцательность, рассмотрение мироздания в единстве природы и человека, предметы и окружения – это своеобразная философия Виктора Минкина. Последние десятилетия его живопись приобрела особую легкость, воздушность и светоносность.